В настоящее время многие телерадиоканалы работают с нарушением закона о телевидении и радиовещании. То есть не соблюдаются требуемые 50% эфира на кыргызском языке и столько же отечественного производства. На сегодняшний день пока ни на одну компанию не наложили штраф. В Кыргызстане действует более 80 телерадиоканалов. Однако отследить вещаемый контент трудно. И не только потому, что нет обещанного государственного мониторингового центра, а ещё и потому, что не хватает человеческих ресурсов. Гендиректор канала НТС Миржан Балабаев отметил, что у него имеется письмо из Министерства финансов и Минкультуры, в котором говорится, что в бюджете нет денег на исполнение закона о создании центра мониторинга за вещанием отечественных каналов. Далеко не все каналы используют закон. Ещё больше проблем возникло с появлением цифрового телевидения. Каналов стало больше, стал богаче выбор. И для зрителя это хорошо. Вот только если посмотреть с позиции государства, то возникают вопросы информационной безопасности и развития госязыка. Что касается контента отечественного производства, то на его изготовление просто нет рекламных денег. Многим каналам выгодно крутить пиратские популярные фильмы и сериалы, нежели изготавливать собственные. В итоге рекламодатели идут к тем, у кого больше рейтинг. Мы получаем такую картину, что мы живём в Кыргызстане, 27 лет уже независимости. У нас по большому счёту нет отечественного контента. Проблема в этом. Это проблема государства и проблема идеологии. У нас его нет отечественного контента. В законе о телерадиовещании есть норма, в которой на данный момент даже не работает. Она гласит, что на телерадиоканалах запрещена реклама, которая нарушает авторские права. Такую компанию при достаточных доказательствах можно привлечь к ответственности. Тогда на медиаресурс налагается штраф. Данный инструмент можно применить, опять-таки повторюсь, при полном доказывании, что это действительно является какой-то пиратский контент. То есть для этого необходимо, чтобы было основание, кто-то обратился, какое-то юридическое лицо или физическое лицо с полным пакетом доказательств. Сейчас необходимо поднять вопрос на правительственном уровне. Иначе Кыргызстан рискует потерять государственную идеологию. А виной тому станут зарубежные сериалы, на которых растёт новое поколение. Частные телекомпании и вовсе предложили вместо того, чтобы финансировать госканалы, использовать эти финансы на развитие отечественного контента.